Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Всем привет, с вами Евгений Ивич на канале RedArmy Airsoft. И сегодня мы будем смотреть на ГББ-пистолет Sarsilmas Sars 9 от ICS. Если вы уже успели подумать, что это за смесь ХК-45 с Глоком, то вы и правы, и нет. Огнестрельный пистолет Sars 9 от турецкой компании Sarsilmas – это пистолет ударникового типа, то есть так называемый страйкер, предназначенный для гражданского рынка. Внешний дизайн и эргономика явно вдохновлены Хеклер Кохом. Нет, не 45-м, а VP9, который тоже имеет страйкер-файер-механизм. От него же взяты общий дизайн и эргономика, предохранитель на спусковом крючке и флажок сброса затворной задержки. А вот кнопка сброса магазина и фиксаторы слайда тут явно по мотивам Глока. Огнестрельный прототип Sars 9 имеет магазин на 15 патронов 9-мм версии, позиционируется как оружие для развлекательной стрельбы и самообороны. Почему вдруг ICS решили сделать лицензионную копию именно этого пистолета, лично для меня остается загадкой. Пистолет достаточно новый и не особо популярный. Чтобы вы понимали, у этого пистолета даже пока странички на Википедии нет. Как мне казалось, лицензионная копия должна достаточно точно реплицировать оригинал. Должна, но не обязана. Копийное тут все, кроме маркировок на затворе. В оригинале маркировки выполнены гравировкой, а тут лазер. Это, кстати, очень забавно. Это лицензионная страйкбольная версия нелицензионной турецкой модели по мотивам немецкого пистолета с австрийскими нотками, которые не очень точно реплицируют оригинал. ICS позиционирует этот пистолет как очень точный, что должно вызывать интерес у игроков, кто активно участвует в пистолетных играх и разного рода соревнованиях. Одна из причин точности – это жесткое крепление модуля хопапа с внутренним стволиком непосредственно к рамке пистолета. Он тут защелкивается и не ходит во время стрельбы. Более того, вы можете стрелять вообще не устанавливая внешний ствол, и все будет работать. Правда, есть альтернативное мнение, что эта фишка с неподвижным узлом хопапа и внутренним стволиком не особо влияет на точность. И вот почему. В стандартном ГББ пистолете после ухода слайда в крайнее положение под действием возвратной пружины он идет вперед. В конце наката слайд бьется о стопор, и под действием этого удара происходит вибрация, которая распределяется на сам стопор, рамку пистолета и внешний ствол. И в теории внутренний стволик, подвижно находящийся в подвижном внешнем стволе, вибрирует вместе с камерой хопапа, что не очень хорошо для точности. Но масса слайда у страйкбольного пистолета небольшая. Энергия разжатия возвратной пружины тоже небольшая. Энергия удара слайда о стопор, ну вы поняли. И все возможные вибрации, которые дойдут до внешнего ствола и внутреннего стволика, вероятнее всего успеют погаснуть к моменту повторного нажатия на спуск и выстрела. То есть внутренний стволик в момент начала движения шара, скорее всего, опять будет неподвижен. В поддержку этой теории служит тот факт, что самые тренированные стрелки-спортсмены способны нажимать на спуск 5 раз в секунду. То есть один выстрел происходит 1 раз в 0,2 секунды. По меркам скорости автоматики оружия это долго. По меркам скорости работы пальца у человека это очень быстро. А Джереми Кулик и его рекорды это все-таки единичное исключение из правил. То есть на первый выстрел вибрации не влияют, потому как они начинаются уже после того, как шарик покинул пистолет. А к моменту повторного выстрела очень вероятно, что вибрации от прошлого выстрела уже закончились. Что думаете по этому поводу вы и какая теория выглядит более оправданной, предлагаю обсудить в комментариях. Будет интересно послушать разные версии. А вот что точно влияет на кучность, это хоп-ап. Тут он регулируется с помощью винта. Механизм регулировки достаточно надежный и не сбивается во время стрельбы, что определенно является плюсом к копилку кучности. Пытаясь хоть как-то сравнить стрелковые характеристики САР-9 от ACS с ХК-45 и ГЛОК-19 от Маруй, мы пришли к выводу, что в целом все три пистолета стреляют примерно одинаково и дают примерно одну и ту же кучу. Причем, что в режиме прицельной стрельбы, что в режиме темповой стрельбы. Однако, пистолет от ACS лучше всего работает на чистом пропане, например, стандартный газ от FL. Если с пистолетом использовать смесовые газы с бутаном и пропаном, то первые выстрелы пистолет плюется, а потом наоборот происходит просадка. С Маруйским газом, фреон, он же HVC-134, пистолет от ACS, можно сказать, не работает. При том, что пистолеты от Маруй стабильно отработали на всех трех газах. Модуль спуска выполнен, так сказать, цельной деталью, на которой расположены все элементы. Это очень удобно для обслуживания пистолета в случае замены деталей и какого-то тюнинга. Открутив два винта и вытащив два пина, можно достаточно просто полностью извлечь узел УСМ и спокойно с ним работать. Спуск, кстати, очень неплохой. С клавишей предохранителя, как у ГЛОКа. То есть, пока не зажать центральную часть клавиши спуска, выстрелить у вас не получится. На спуске, кстати, есть понятный индикатор взведения. Если видите красную метку, значит ударник на взводе. Ну, точнее, курок. Страйкер фаер механизма тут нет. Зато есть привычная для страйкбольных пистолетов схема с курком, который взводится откатом слайда. Что все-таки плюс к ремонтопригодности. Из особенностей внутрянки также можно отметить выпускные клапаны REVA на магазине, благодаря которым пистолет должен лучше сопротивляться замерзанию и стабильнее работать. Подробнее про эти клапаны я уже рассказывал в обзоре на пистолеты от ICS, которые есть на нашем канале. Если вы вдруг не смотрели этот обзор, ссылку я оставил в подсказках. Внешне пистолет выглядит очень прилично. Рамка пластиковая, как и должно быть. Затвор металлический. Посадка затвора на рамку просто отличная, почти без люфтов. Хотя хорошая подгонка детали это, в принципе, визитная карточка пистолетов от ICS. Кнопку сброса магазина можно переставить как на левую, так и на правую сторону. Левши могут порадоваться. А вот сброс затворной задержки только с одной стороны. Разбирается пистолет САР-9 так же, как и Глок. И даже проще. Оттягиваете фиксаторы вниз и подаете слайд вперед. Надо сказать, что фиксатор слайда реализован намного удобнее, чем у Глока. Его удобно захватывать пальцами и тянуть вниз. Если вас бесят мелкие фиксаторы у Глока, это может быть одной из причин поменять его на САР-9. Прицельные приспособления это мушка и целик со светонакопительными точками. Точки очень хорошо видны даже при слабом освещении. Крепление целика внешне похоже на Глоковское. И, возможно, сюда получится установить Глок-маунт под микроколлиматор типа РМР. Но у меня такого коллиматора нет и проверить я не могу. Спереди на рамке есть рельса для установки фонарика или ЛЦУ. Внутри нее есть плашка с гравировкой калибр 6 мм. Тыльник рукоятки имеет сменные вставки для подгонки под размер ручки. Одна такая вставка есть в комплекте. Еще в комплекте, помимо самого пистолета и магазина, есть инструкция, короткий шомпол и даже переходник на резьбу 14- для установки трассерных насадок. Еще тут была какая-то пружинка, скорее всего, запасная для УСМ. Штатный магазин вмещает 22 шарика и заправляется грингазом. Клапан шумный, по аналогии с пистолетами от Tokyo Marui. Но, как я уже говорил в прошлом обзоре на пистолеты от ACS, у ACS свои хитрые заправочные клапаны, которыми они, кстати, очень гордятся. В итоге можно сказать, что несмотря на весь изначальный скепсис, который навеян огнестрельным прототипом, страйкбольная версия оказалась очень интересной. Эргономика это нечто среднее между пистолетами VP9 и Glock. Причем плюшек пистолет набрал как от одной, так и от другой модели. Из коробки пистолет работает очень хорошо. Фиксация ствола, регулировка хопапа, клапаны, подгонка деталей и реализация модуля спуска. Все это можно называть сильными сторонами этой модели. Ценник при этом находится на уровне пистолетов от Marui. Например, в магазине Airsoft Store сейчас он стоит чуть больше 12 тысяч рублей. Что в целом сейчас является средней ценой на нормально работающий ГББ пистолет. Ссылку я оставил в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, не забывать ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, следить за уведомлениями. С вами был Евгеньевич, до скорого!